Хвала Аллаху, Который отвечает на мольбы взывающих к Нему и слушает того, кто взывает к Нему, и не разрушает надежды тех, кто возложил их на Него. Я воздаю хвалу Аллаху, причист Он, поистине Он, Аллах. Мы приносим Тебе хвалу, соответствующую Твоему величию, всемогуществу. О Аллах, я не в состоянии перечислить Твои восхваления. Ты таков, каким Ты сам восхвалил Себя. Тот, до Которого не было ничего. Последний, после Которого не будет ничего. Явный, превыше Которого нет ничего. Скрытый, Создатель всего сущего, дарующий все. От Тебя не будет спроса. Ты сам берешь спрос обо всем у всех. И я свидетельствую, что наш Господин, наш Пророк, наш Любимец, наш Имам и идеал Мухаммад, его раб и посланник, самый причистый и любимый среди Его творений. Мы свидетельствуем, что Он довел до нас послание наилучшим образом, выполнил доверие достойным образом и указал верную, ясную дорогу, где ночи подобны дням, от которой не отступит, кроме как пропавший. Благословение и приветствие нашему Господину Мухаммаду, его святой семье и его наилучшим сподвижникам, а также и нам, по милости Твоей, о милостивейший из милостивых, благослови всех, о Аллах. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своему грешному навсу бояться Всевышнего. О рабы Аллаха, Всевышний Аллах говорит, воистину мы сотворили каждую вещь согласно предопределению. Мы повелеваем только один раз и повеление исполняется во мгновение ока. О рабы Аллаха, одним из столпов имана является вера в предопределение. Предопределение – это то, что Аллах предписывает в Своем знании рабам Своим, которых Он вывел, сотворил в эту жизнь. Но все же, может ли то, что предопределено, меняться? Может ли раб каким-то образом повлиять на изменение судьбы? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал, что существует поклонение, посредством которого Всевышний Аллах может изменить то, что написано в хранимых скрижалях. Всевышний Аллах говорит, Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него Мать Писания. И что же это такое, после совершения чего Всевышний Аллах стирает в предопределении что-то? Это оружие для тех, у кого его нет. Язык для тех, у кого его нет. Поистине это мольба о рабе Аллаха. Предписанное может отвратить только мольба. Потому что обращение к Аллаху с мольбой также является предопределением. Например, если не спосылается беда или ненастье на раба, а он смиренно обращается ко Всевышнему с мольбой и искренне просит. И если выполнит все условия мольбы, Аллах несомненно отстранит эту беду. Благодаря мольбе раба, Всевышний Аллах говорит, скажи, о Мухаммад, мой Господь не станет заботиться о вас, если вы не воззовете к Нему. Вы же отвергли веру, потому наказание грядет неизбежно. Наша проблема в том, что мы отвергаем в том смысле, что мы не уверуем. Как мы слышим сегодня от тех, кто высмеивает призывающих к Аллаху или тех, кто взывает к Нему с мольбой о защите мусульман от бед и говорят, что мольба – это уловка слабых людей. Субхан Аллах. Уловка слабых? Тогда как Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, что мольба – это поклонение. И разве может быть слаб тот, кто обращается ко Всевышнему с мольбой и поклоняется Ему. Наоборот, слаб тот, кто опирается на свой разум и только лишь на свою силу и на мощь тех, кто помогает Ему при этом, забыв Всевышнего, как будто Всевышний и вовсе не упоминал о предыдущих поколениях. Мы очень часто читаем в Коране два описания тех, кто опередил нас на этой земле. Две вещи. Они повторяются. Как говорится, сценарий повторяется. Мы чередуем дни для людей. Это в Коране. Но нет людей, которые размышляют. Их умы и мысли направлены на то, как заработать один динар или дирхам. И это предел их размышлений. Они думают, как добиться желаемого. Думают, как удовлетворить свою прихоть. И мысли ограничены этим. Две вещи, о которых упомянул Всевышний Аллах о предыдущих поколениях. И этими вещами они довольствовались. Они были самыми богатыми и самыми сильными. Как говорили они, племя Худа и другие. Разве есть кто сильнее нас? У нас больше всех богатства и детей. И сегодня те, которые говорят, что мы богаче всех, сильнее всех и так далее, и так далее. Где же те, которые были до вас? Мы знаем, что когда Всевышний не спасал пророков к народам, которые высекали дома в горах, у этого пророка не было ничего. К примеру, Всевышний не спасал пророка Мусу, алейхиссалям, к народам и войскам фирауна, к его колдунам и к жестоким тиранам, в то время, как с пророком Мусой, алейхиссалям, не было из материального мира ничего, кроме посоха. Как же так? Что сделает посох перед силой фараона? Что сделает? Но тем не менее этим посохом, который был связан с повелением Всевышнего, он ударил о море. И оно раскололось на две части так, что каждая сторона была подобна высокой горе. Ударь своим посохом о море. Как же он незначителен по сравнению с морями и по сравнению с волнами океанов. Ударь! Муса, алейхиссалям, говорит, я повинуюсь о Всевышний. Но он не сказал, как это? Что сможет делать посох с морями и с волнами подобными горам? И в то время, как сзади настигал Фераун и его войска, снабженные самым современным на то время оружием, это была великая сила, могущество и величие на земле, порочность. Тогда как с Мусой и его племенем не было ничего, кроме посоха. Ударь своим посохом о море, повелел ему Аллах. Если даже ударил бы им о камень, то он раскололся бы. Из него забили двенадцать ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. Своим посохом ударил о камень, и из него вышли двенадцать ключей. Этим же посохом он ударил о море, и Муса со своими людьми шли по твердой земле. Затем за ними последовал Фераун с его войском, которых Аллах утопил на их глазах, о рабы Аллаха. Поистине молитва – это оружие сильного верующего, а не слабого, для тех, кто осознает и понимает. Поистине все во власти Всевышнего. Однако раб, будучи несовершенным разумом и слаб иманом, думает, что обращения пророка, саллилллаху алейхи вассалям, к Аллаху не подходят к нашему времени, к миру современных технологий, миру интернета, миру атома. Считает это отсталостью и невежеством. Но это не что иное, как слабость твоего имана, слабость твоего вероубеждения. И когда верующие увидели союзников, они сказали, это то, что обещал нам Аллах и Его посланник. Аллах и Его посланник сказали правду. Это приумножило в них лишь веру и покорность. О рабы Аллаха! Есть условия ответа на мольбу. То есть тот, кто хочет, чтобы Аллах ответил на его дуа, ему необходимо соблюдать следующие моменты и адабы. Во-первых, следует обращаться к Аллаху с уверенностью в Его ответе. То есть, не говорите, что нет пользы от вашей мольбы. Многие молятся и молятся и говорят, мы просим годами и нет ответа, как будто у него плохое мнение об Аллахе. Обращается к Аллаху с мольбой, будучи убежденным, что Аллах не ответит ему. Это ли твое предположение? Это ли твое убеждение? Кто оболгал тебя? Иблис? Когда Иблис вообще говорил правду? С каких пор? О, сыны Адама, да не совратит вас шайтан, подобно тому, как он совратил ваших прародителей и стал причиной выведения их из рая. Он вывел их оттуда словами, и поклялся он обоим, что наставляет их, поклялся именем Аллаха. Иблис – лжец. Да не совратит вас шайтан, подобно тому, как он совратил ваших прародителей и стал причиной изгнания их из рая, лишив их одежд, чтобы представить им воочию их срамные части. Ясная, красноречивая, прекрасная, красивая речь. Нет необходимости думать. Важно следовать, читать, размышлять о Коране. О, Раб, когда ты взываешь к Аллаху, в первую очередь необходимо знать, что ты получишь ответ. Или Аллах ответит на мольбу сразу, или же Аллах отсрочит ее до судного дня, или взамен на дуа. Аллах отстранит от вас беды и смуты. Но ты обязан думать о Всевышнем хорошо. Второй адаб следует проявлять настойчивость. И это означает многократное повторение молитвы. То есть ты просишь, О, Аллах, прости мне мои грехи. 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 Повторяешь дуа три, четыре, семь раз. Повторяй. Это подобно стуку в дверь. Стучись в дверь до тех пор, пока тебе не откроют ее. Или же, как обычно бывает, делают дуа один-два раза, затем уходят. Два-три раза. Даже есть такие люди, которые не задерживаются на ковриках после намаза для обращения ко Всевышнему. Почему же ты не просишь хотя бы то, чтобы он принял твой намаз? О, Аллах, прими мою молитву. Разве ты не слышал мольбу твоего отца Ибрагима и его сына Исмаиля? О, Аллах, прими наши дуа поистине, ты слышащий и знающий. И прими наши покаяния. О, Аллах, прими наши дуа поистине, ты слышащий и знающий. В то время, когда твой отец Ибрагим, будучи пророком, алейхиссалям, просил таким образом, то что же говорить о тебе и обо мне? Проси настойчиво у Господа твоего, так как это один из адаба мольбы. Из условий мольбы является также употребление только дозволенной пищи. Не ешь недозволенной. Если ты занимаешься ростовщичеством и просишь у Всевышнего, взвешивают и обманывают при взвешивании, горе обвешивающим, которые хотят получить сполна. Если Всевышний Аллах проклял обвешивающих, которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами мерят и взвешивают для других, то наносят им урон. Что это означает? Это означает то, что когда человек хочет продать что-либо, то он уменьшает в весе, то есть обманывает его. Но когда он сам покупает что-либо, то требует от продавца взвесить этот рис, или пшеницу, или что-либо еще правильным образом, по одному зернышку, как сказано в Коране, а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон. Ужель не ведают они, что и для них наступит день воскресения? Разве они не верят в то, что они будут спрошены? Однажды к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, пришел Саад ибн Абивакас, и попросил у него что-то. И какая же была эта просьба? Он сказал, «О посланник Аллаха, попроси у Всевышнего о том, чтобы он сделал меня из тех, у кого принимается мольба». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, «О Саад, употребляй только дозволенную пищу, и ты будешь среди тех, у кого принимается мольба». Что ты употребляешь? Откуда зарабатываешь деньги? Каков твой доход? Каким образом ты зарабатываешь? Путем обмана и за кулисами? Или ты занимаешься ростовщичеством и зарабатываешь и тут, и там, распространяя свой товар лживыми клятвами? Или ты убегаешь с работы, сокращая рабочие часы, за которых ты ответственен? И потом говоришь, «О Аллах, даруй благодати для нашего имущества, как может быть такое? Употребляй дозволенное, и твои мольбы будут приняты». Это и есть наша реальность. Мы очень много молим Аллаха. Сколько же мы просили за Палестину, также за Ирак, и сколько мы просим сейчас за Сирию, просим за тех и за этих. Эти мольбы поднимаются. Сколько мы просим дождя у Всевышнего? Почему же он не отвечает? Ищите недостатки в самих себе. Пойди к врачу и сделай рентген. Узнай, в чем причина болезни. Узнай симптомы болезни. Это симптом болезни. Поищи такого врача, который определяет твою болезнь и вылечит тебя. Эти наши сердца больны. И болезнь сердца, если ее не вылечить, то она усиливается. Как в Коране, их сердца поражены недугом, да усилит Аллах их недуг. Если больной не будет лечиться, то его болезнь усилится. У нас болят сердца. И если мы не облагородим их, то болезнь усилится, и они погибнут. Они будут мертвы. Когда у раба умирает сердце, то какова же от нее польза? Никакой пользы. Он живет подобно зверю в этом мире, как проклятый шайтан, да защитит нас Всевышний от него. Употребляй дозволенное, и ты будешь услышан Всевышним. Следующим условием мольбы ко Всевышнему является, чтобы ты не просил о притеснении или о прекращении родственных связей. Не делай никому плохое дуа. К примеру, не говори, да разрушит Аллах твой дом, да уничтожит, да погубит тебя Аллах. Это не является молитвой мусульман. Это не молитва верующего. Наоборот, верующий просит о наставлении и милости даже для притеснителя. Да, правильно, тебе разрешается просить плохое для притеснителя. Но разве ты не хочешь придерживаться пути пророка, саллиллаху алейхи вассалям, про которого Всевышний говорит в Коране, мы отправили тебя только как милость для миров. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, просил, «О, Аллах, прости мой народ, поистине они не ведают». Послушай про одну женщину, которую Аллах восхваляет в Коране. Из-за чего Аллах восхваляет ее? Чтобы это стало ясным ответом для тех, кто отзывается плохо о правах женщины в исламе. Посмотрите, как Аллах восхвалил ее из-за одного случая. Эта женщина – жена фараона, самого неблагочестивого человека на земле. Асия, дочь Музахим. Это верующая женщина. Она уверовала в Мусу, алейхи вассалям. Будучи перед своим мужем фараоном, который причинял ей зло и беды, «Разве ты видел мужа, рвущего части тела жены на куски, который режет ее на части, притесняет и унижает ее, несмотря на то, что вчера он находился с ней, несмотря на то, что она была его женой, хотя он оскорблял ее, причинял вред. Она не просила для него плохого. Наоборот, она сказала, «Аллах привел в качестве примера о верующих жену фараона». Что это за пример? Каждый из нас знает и читает в суре запрет. Вот она сказала, «Господи, возведи для меня дом в раю возле Тебя. Аллаху Акбар». Потом она просит, «Спаси меня от фараона и его деяний». Она не сказала, «Погуби фараона». Не сказала, «Уничтожь фараона». А знаете почему? Потому что уважала ту семейную жизнь, прожитую с ним. Ведь он когда-то был ее мужем. Да, это семейная жизнь. И мой муж фараон, притеснитель, тиран, высокомерный человек, злодей, притеснитель, про которого в Коране сказано, «Убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин». Но посмотрите, она говорит, «Спаси меня от фараона и его деяний». Вот она, ваша религия. Вот он, ваш ислам. Вот он, ваш Коран. Если даже его сжигают враги ислама, но они его не сжигают. Глупцы! Разве они думают, что Коран – это всего лишь бумага? Нет, напротив, это ясные аяты в груди тех, кому даровано знание. Мы просим у Всевышнего дать силу исламу и мусульманам. Каково положение верующих на сегодняшний день? Их убивают и уничтожают. Более того, сжигают их священную книгу. Как мы живем? В каком положении мы находимся сейчас? Что мы переживаем сейчас? Что это, мой Господь? Разве мы не искренны в нашей вере и уповании на Аллаха? Или нас отвлекает наше имущество, нафс, семьи? Уважаемые, разве существует кто-либо достойный поклонения, кроме Аллаха? Или мы поклоняемся своему имуществу и страстям? Несчастен раб Динара и Дирхама. Разве есть в сердцах божество, которому поклоняются кроме Аллаха? Нет Бога, кроме Аллаха. Не поклоняйся мирскому и своим страстям. Поклоняйся Господу, Который сотворил тебя, Который дарует необходимое. Я прошу у Всевышнего для себя и для вас настойчивости в поклонении, чтобы Он умертвил нас в имане и в исламе, потому что это только в Его силах. О, рабы Аллаха, следующим адабом мольбы является поднятие рук, взывая к Аллаху. Как передает Тирмези, что пророк саллиллаху алейхи ва салям сказал, «Поистине ваш Господь стыдлив и щедр. Он стесняется своего раба, когда тот поднимает руки к нему, вернуть их пустыми». Аллаху Акбар стесняется? О, Господь, ты стесняешься вернуть наши руки пустыми, наши мольбы, потому что Он щедрый. Подними свои руки. Пророк саллиллаху алейхи ва салям поднимал руки так, что была видна белизна его подмышек. Однажды случилось так, что халат упал с плеч пророка саллиллаху алейхи ва салям от того, что Он очень настойчиво обращался с мольбой ко Всевышнему Аллаху, подняв руки. Проходят года и не бывает, чтобы мы поднимали руки таким вот образом. Именно так поднимал руки пророк саллиллаху алейхи ва салям. Особенно во время голода, в то время, когда беда настигала умму. поднимал руки именно так. Протягивал их сильно и обращался к нему. Вот так. Мы видим, что в наше время люди не поднимают руки в их мольбах. Вообще. А просто делают так. Или же так. Как будто он не нуждается в Господе. Удивительное дело. Кто ты такой? Если Аллах накажет тебя, и ты не сможешь выделить мочу, ты узнаешь, что Аллах есть истина. Если Аллах закроет тебе мочевой канал, скажи же, что ты сможешь сделать? Скажи именем Аллаха, что ты сможешь делать? О, немощный! О, немощный! Как в Коране говорится, о, люди, вынуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах богатый, достохвальный. О, Аллах, мы жалуемся тебе на свою слабость, немощность, наше равнодушие к людям. Мы просим защиту светом твоего лика, который озарил тьму, на котором дела этого и другого мира становятся лучше, чтобы не настиг нас гнев твой. Мы признаем свои грехи и надеемся на твое довольство. Нет силы и могущества, кроме как у тебя. Нас ничего не заботит, главное, чтобы ты не гневался. Это мольба, известная небесам, мольба, которая исходила из уст и из сердца пророка наблагословит Аллах его и его семейство из подвижников. Просите у Всевышнего, поднимайте руки. Поистине Всевышний стесняется отвергнуть мольбу просящего с поднятыми руками. Прошу прощения у Всевышнего Аллаха за себя и за вас. Просите прощения, поистине Он прощающий и милостивый. Вся хвала Всевышнему. Мы восхваляем Его. У Него просим о помощи и прощении наших грехов. Просим наставления. Мы просим у Аллаха защиту от зла и от плохих деяний. Никто не может сбить того, кого наставил Всевышний. И нет наставления тому, кто сбился с пути. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, единого, у которого нется товарищей. И еще свидетельствую, что наш Господин и наш Пророк Мухаммад, его раб и посланник, которого Всевышний не спасал как милость для миров. Мы свидетельствуем, что Он довел до нас послание наилучшим образом, выполнил доверенное ему дело достойным образом и указал верную, ясную дорогу, где ночи подобны дням, от которой не отступит никто, кроме пропавшего. Благословение и приветствия нашему Господину Мухаммаду, его святой семье и его наилучшим сподвижникам, а также и на нас по милости Твоей, о милости Виши из милостивых, благослови всех, о Аллах, благослови и приветствуй пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи сказал, если раб скажет «О мой Господь, о мой Господь, о мой Господь, о мой Господь», четыре раза, то Аллах скажет «О мой раб, я перед тобой, прости, и ты получишь». Это когда раб говорит «О мой Господь». Также когда ребенок зовет свою мать, она отвечает «Вот я перед тобой, сынок». Когда ты обращаешься к своей матери, то она отвечает так, как как отвечает мать своему ребенку словами «сынок» о Писании Аллаха наилучшие. Ты его раб. Ты его создание, а он твой Господь. Если ты скажешь «О Господь!», признавая его господство, то он ответит тебе, как рабу. Ты говоришь «О мой Господь!» Он отвечает «Да, мой раб». Если бы ты знал, насколько сладко это обращение, когда он относит тебя к себе и говорит «Слушаю тебя, о мой раб!» Ты отвечаешь мне? Кто я такой, чтобы ты ко мне так обращался? Я не перестаю грешить языком. Я не перестаю грешить этими двумя глазами. Я не перестаю грешить ушами. Я не перестаю грешить разумом. Я не перестаю грешить моими руками. Я не перестаю грешить моими ногами. Я не перестаю относиться к тебе небрежно. Я не перестаю отдаляться от тебя. Когда настает час, и я взываю к тебе, а ты говоришь мне «Вот я перед тобой». Как можно его забыть? Как ты можешь его забыть? Всевышний Аллах говорит. Когда человека коснется вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к нему одному. Когда же он предоставляет ему благо от себя, человек забывает того, кому он взывал прежде. Ля иляха илля Аллах. Забыл, к кому он обращался прежде. И в другом аяте говорит. Если мы одаряем человека благами, он отворачивается и удаляется. Если же его касается зло, он начинает произносить длинные молитвы. В другом аяте говорит. Он проходит, словно никогда не взывал к нам по поводу постигшей его бед. Когда он сыт и силен, он не нуждается и не просит у Аллаха, кроме как оказавшись в трудном положении. Ты вспоминаешь об Аллахе только в трудную минуту. С каких пор ты не находишься в трудном положении? В каждую минуту ты в беде. В каждый миг ты нуждаешься в Аллахе. Клянусь Аллахом, ты нуждаешься во Всевышнем. Ты нуждаешься в Нем. Если удержать твое дыхание, то как ты будешь работать? Если тебя лишит он кислорода, что ты сделаешь? Если закупорит хотя бы одну вену, тебя постигнет закупорка кровеносного сосуда. Ты спешишь к врачам ради того, чтобы они расширили тебе вену. О, как же ты слаб. Прояви покорность и поклонись своему Господу. О, человек, ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним. О, Аллах, улучши наше состояние перед тобой. Смилуйся над нами. О, Аллах, смилуйся над нами. Мы проявили насилие по отношению к себе. Если ты не помилуешь, то мы окажемся в убытке. Да, о Всевышний, мы слабые. О, Всевышний, мы маленькие. Да, мой Господь, мы бедны. Мой Господь, наши тела оголены, пока ты не покроешь их. Мы голодны, пока ты не накормишь нас. Мы испытываем жажду, пока ты не напоишь нас. Мы грешны, пока ты не простишь нам наши грехи. О, Господь, О, Господь, прими наши мольбы, О, щедрый, О, милосердный, учите молитвы пророков, их смиренность. Всевышний Аллах говорит, это является напоминанием о милости твоего Господа, оказанной его рабу Закарие, что с ним, о мой Господь? Вот он вас звал к своему Господу в тайне. Просите у Господа своего в темноте ночи. Взывайте Господу своему за тех, кого притесняют в Сирии, Йемене, Палестине, и взрослых, и детей, и мужчин, и женщин, за невинных людей, как передают от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из признаков приближения судного дня является увеличение убийств так, что убитый не будет знать, за что его убили, а убийца не будет знать, за что убивает. О Аллах, избавь мусульман от беды. О Аллах, спаси мусульман от беды. О Раба Аллах, а я прочту дуа, а вы говорите Амин. О Аллах, спаси нас от своего гнева и ненависти. Прости нам наши грехи, скрой наши недостатки, развей нашу печаль. Смилуйся над нами и всеми мусульманами. Смилуйся над немощными мусульманами. Смилуйся над взрослыми и детьми, мужчинами и женщинами. О Господь слабых! О Господь голодающих! Господь притесненных! На кого ты их бросаешь? Нет у них никого, кроме тебя, о Аллах! Никто не пошлет им дождя, кроме тебя, о Аллах! Кто простит им грехи, кроме тебя? Кто скроет их недостатки, кроме тебя? Кто помилует нас, кроме тебя? Кто услышит наш зов, кроме тебя? Кто увидит наше место, кроме тебя? Кто оживит нас, кроме тебя? Кто умертвит нас, кроме тебя? Кто умертвит нас, кроме тебя? Кто умертвит нас, кроме тебя? Кто воскресит нас, кроме тебя? Кто заберет душу, кроме тебя? Кто заберет душу, кроме тебя? Кто одарит нас пропитанием, кроме тебя? Кто напоит нас, кроме тебя? Кто исцелит нас, кроме тебя? Кто помилует нас, кроме тебя? К тебе мы возвращаемся, о Всевышний! О Аллах, щедрый и милостивый, помилуй слабого за его слабость, помилуй старого за его старость, голодного за его голод, больного за его болезнь, боязливого за его боязнь и покойного в могиле. И покойного в могиле, и покойного в могиле. Прости нам наши грехи, по своей милости избавь нас от грехов навсегда. О Аллах, не даруй нам смерть, когда мы будем ослушиваться и совершать грехи. О Аллах, даруй нам благой конец. Даруй нам благой конец, О Аллах. Аллах, пошли нам смерть тогда, когда мы будем в земном поклоне. О Аллах, когда мы будем в земном поклоне. Когда мы будем в земном поклоне, О Аллах. О щедрый и милостивый, мы просим Тебя простить наши грехи, прежде чем разойдемся. О Аллах, наставь наших сыновей и дочерей. Мы не в силах воспитать их. Мы воспитываем их, а их портят тысячи людей. О Аллах, даруй нам от наших жен и потомков усла дуачей. О Аллах, мы прилагаем все, что в наших силах для их воспитания. О Аллах, защити же их. О Аллах, защити детей мусульман, дочерей мусульман. Обереги их глаза, обереги их сердца и умы, обереги их животы, руки и ноги, и сохрани их иман. Укрепи нас и их на словах «Ля Иляха, Илла Аллах», Мухаммад Расуль Аллах, саллаллаху алейхи ва алихи, ва сахбихи ва салям. Благодаря молитвам к Тебе, о мой Господь, я не был несчастным. Благодаря молитвами к Тебе, о наш Господь, мы не были несчастными. Субтитры создавал DimaTorzok